В Воронеже стартовала международная трехдневная конференция естественно научные методы в изучении и сохранении памятников Костенковско-Борщовского археологического района, проведение которой стало возможным благодаря финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Торжественное открытие и первое пленарное заседание состоялось в Малом зале Академического театра драмы имени Кольцова. Мы конечно понимаем, что здесь на нашей территории расположена настоящая жемчужина археологическая и не только Воронежской области, не только нашей страны, а всемирного значения. Поэтому с точки зрения работы правительства Воронежской области мы конечно движемся в сторону большего сотрудничества с научным сообществом, с археологами, в сторону сохранения этого памятника, придания ему нового статуса, нового значения. Я надеюсь, что все это получится. И вот Виктор Николаевич, который директором является уже три, наверное, года, четвертый год, он тоже очень активно в этом направлении работает. И для нас большая удача на самом деле, что он оказался директором этого музея и в целом развивает не только составляющую, там, экскурсионную, сохраняет, но и в целом развивает научную составляющую, археологическую. Поэтому уверен, что с точки зрения взаимодействия власти и науки, и университета вокруг этого памятника или комплекса памятников у нас будет получаться все лучше и лучше. А то, что такая представительная и мощная конференция собралась в Воронеже, это тоже радует, потому что сейчас, слава Богу, появляются эти возможности собраться, обменяться мнениями, обменяться знаниями, обменяться опытом и на самом деле сделать еще один шаг вперед в развитии науки, не только археологии. Представительность и научную значимость Воронежской конференции обеспечил состав ее участников. В столицу Черноземья приехали ученые-археологи и специалисты по смежным дисциплинам из Великобритании, Германии, Канады, Бельгии и Кипра, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Омска и других городов России. Несомненно, нынешний исследовательский форум станет важной вехой в процессе раскрытия большого научного потенциала археологического музея-заповедника Костенки. И, конечно же, будет способствовать укреплению международного культурно-просветительского взаимодействия нашего региона. А, в свою очередь, регион станет площадкой для встречи авторитетных специалистов из России и стран зарубежья и, без сомнения, окажет влияние на дальнейшее развитие культурной и научной сферы нашего региона. Как вы знаете, Костенки – один из немногих мировых археологических памятников, к которому приковано пристальное внимание ученого сообщества. Первая стоянка каменного века на этой территории была открыта молодым ученым Иваном Поляковым еще в далеком 1879 году. Их с тех пор на протяжении полутора веков велись исследования, открывались новые стоянки, делались важнейшие научные выводы, формировалась Костенковская методика полевых исследований. За это время обнаружено более 60 древних поселений, и есть немалая вероятность в нахождении новых, не менее значимых для отечественной науки объектов. И в этом направлении музей проводит огромную научно-исследовательскую работу. Имена ученых, в свое время работавших в Костенках, занесены во все энциклопедии, они являются гордостью отечественной археологии, а сложившаяся школа исследований, характеризующаяся широтой поставленных теоретических задач и скорпулезностью практических исследований, получила признание во всем мире. В течение трех дней ученые оценят новые находки на территории музея-заповедника Костенки, его современное состояние, обсудят самые передовые археологические методы и поговорят о проблеме охраны памятников историко-культурного наследия, которые имеют большое значение для развития человеческой цивилизации. Конечно, благодаря российским ученым начиналось изучение данного комплекса, уникального комплекса памятника, ведь на небольшом промежутке, на небольшом расстоянии 15 километров сосредоточены древнейшие памятники человеческой эпохи, эпохи Верхнего Палеолита, когда появляется человек современного типа, как мы с вами, или Homo sapiens, sapiens. И уже с начала 20 века зарубежные исследователи, зная об исследованиях сначала российских, а затем советских ученых, начали проявлять интерес к данному комплексу памятников, повторюсь, древнейшим памятникам истории человечества. И благодаря усилиям ведущих ученых, во-первых, Санкт-Петербурга, во-вторых, Москвы, налажены, уже достаточно давно налажены традиционные контакты с учеными из других государств. Причем это государства с разных континентов. Это и Европа, и Азия, и Северная и Южная Америка. Представители с этих континентов сегодня присутствуют на нашей конференции. Интерес вполне понятен. Ведь Костенки не только памятники, которые изучают археологи. Здесь работают специалисты из разных отраслей науки. Естественно, научных дисциплин представители присутствуют. Ну, в частности, очень много исследователей, которые интересуются древним климатом. Это, конечно, ближе уже к географии, но это вот смежная наука. Очень много палеозоологов, которые изучают древнейший животный мир. А на наших памятниках, нашего Воронежского региона, есть великолепнейшие возможности восстановления вот этой древней природы в древности. Какие из самых последних таких масштабных открытий, самых значимых? Здесь действительно не надо далеко ходить, как уходить в какие-то десятилетия. Буквально в 2014 году, прямо за зданием музея-заповедника Костенки, на стоянке Костенки-11, Леоносовка, нашими воронежскими учеными было открыто еще одно косно-земляное уникальное жилище возрастом 20 тысяч лет. Одно из них, из таких жилищ, экспонируется у нас в музее. Это на европейской части нашей страны, в принципе, единственный экземпляр. Кое-какие подобия маленьких жилищ есть на Украине. Одно, я повторюсь, у нас экспонируется в самом музее. И прямо за зданием музея обнаружили еще одно жилище, только оно больше по масштабу. И самое главное, что оно изучается с помощью современных уже методов исследования. То жилище, как экспонат, который у нас в музее, оно исследовалось в 60-е годы. Уровень развития науки других дисциплин был достаточно низок. Но для того уровня может быть нормальный. Сейчас все эти дисциплины развились. Они обладают своими методиками, методами. И, конечно, мы получаем более полную информацию о древности. Это, конечно, уникальнейшее открытие. А что даст его изучение? Это, во-первых, новые материалы по социальным отношениям в эпоху родоплеменного строя, в эпоху каменного века. Это материалы по, опять же, восстановлению природной среды, природной обстановки, климата в те древнейшие эпохи, которые были. Ну вот, даже эти элементарные, казалось бы, вещи дадут достаточно колоссальный прорыв науке.